Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о научных и культурных контактах между Казахстаном и Россией. У нас в гостях Лайва Ахметова, доктор исторических наук, поисковик, профессор Казну имени Альфараби. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с информационного повода. 28 марта 1994 года между Казахстаном и России было подписано соглашение о сотрудничестве в области культуры, науки и образования. То есть получается сегодня 30 лет и там один из пунктов стоит сохранение общего исторического наследия. Я так понимаю, вот у меня лично как у историка к наследию очень много вопросов, особенно когда фильмы о Великой Отечественной войне, типа того же воздуха, там танки Т-34. Но при этом есть же вот одним словом, есть эксцесс исполнителя, да, ну когда вот режиссер тупой фильм снимает. А есть государственная политика, которая в принципе за все хорошее и сохранение, но вот с такими людьми получается, как получается. А вот теперь мне хочу вас спросить, вот вы как специалисты, вы видите с той стороны специалистов, которые понимают как надо и делают аутентично? Ну я думаю, что такие есть и дело вот в чем. То, что у нас действительно разноплановость, большая разноплановость во всем и везде, да, и поэтому вот в государстве проводится очень много мероприятий, но эти мероприятия, они как-то тонут в потоке других. А в этом частичная, а может быть больше вина журналистов, которые одни показывают и везде, да, а другие замалчиваются. И даже в соцсетях они где-то такой вялотекущий процесс у них. И поэтому специалисты, профессионалы, они есть везде. Но востребованность специалистов, профессионалов не во всех странах постсоветского пространства, ну а мы говорим сейчас о России и Казахстане, да, они при необходимости, вот сегодня юбилей, мы о юбилейной дате будем говорить и будем говорить о каких-то итогах и прочее. А нет юбилея, это советское еще, советского прошлого, да, мы дни почему-то праздновали смерти, выдающихся людей, меня всегда это удивляло, и дни рождения, и юбилейной даты. Ну, боюсь, вот это вот дни, празднование дней смертей, это, ну, я просто в школе был такой случай, один такой известный поэт и прочее, ну, много его было в школьной программе, и мой сосед по партии сказал, хох, наконец-то умер, потому что, ну, хотел же чего-то ему нового. Получается, что это как-то перешел на массовую вещь, то есть, поэтому все их всегда знали, когда родился и когда умер. Это действительно так. Но я хотел бы сказать, историческая память, она же действительно, я думаю, что это постоянно развивающийся процесс, развивающий иногда положительную или отрицательную сторону, и это действительно необходимо почему-то, это история, это прошлое, и мы должны знать историю. Я, кстати, хочу сказать, что в последнее время я наблюдаю следующий процесс. Общаюсь я нечаянно совершенно с людьми там 25, от 20 до 30 лет. И эти люди начинают спрашивать у своих родителей, знакомых, у меня спрашивают, а как было в Советском Союзе? А там было хорошо или плохо? То есть, это эти люди уже не жившие в Союзе, но они делают какие-то для себя выводы, родители рассказывают. А мы же не в 37-м году жили, мы же в достаточно благополучные, сытые годы жили, и мы получили высшее образование, да? И вы тоже, да? Квартиры. Квартиры получили, медицину и прочее, прочее. И родители, и даже деды, если живы, они рассказывают положительно. Вот это вот очень хорошая черта. Правда, она только начала проявляться. До этого был сплошняком негатив. Может, из-за этого у них когнитивные диссонансы были? То есть, ты в учебнике читаешь одно, а родители тебе рассказывают другое. И человек хочет понять, а где же средний результат? Да, неожиданно меня один мой друг, казахоязычный, ну, такой натуральный, да, и хороший человек, он в беседе со мной говорит, ну, ты же, все же знают, что вы просоветское. Я напряглась, потому что я не считаю себя просоветской. Я просто о Советском Союзе все 30 с лишним лет говорила объективно. То есть, на фактах, на архивных данных. И я говорила, не все там было плохо, да. И когда я напряглась, я сказала, ну, вот, в принципе, я никогда, я и нахожу общий, и говорю, что я и в этом, ну, в эти 30 с лишним лет я достаточно неплохо тоже живу. Я нашла себя здесь. Но я не нашла себя в капитализации, в бизнесе или прочее. Я была педагогом в прошлом и журналистом, поисковиком, историком. И в этом. Можно сказать, здесь проблема впутывается. Например, если человек занимается, ну, по научной деятельности, Испанией, да, он тогда, получается, испановед, да, или испанист. А если человек занимается Советским Союзом, ну, кто советолог, но тем, слово какое-то несколько испорчено, потому что советологи, блин, западе. Обычно, да, негативно имеют. То есть, нет нормального термина. Да, и когда меня просоветское назвали, я несколько дней об этом думала. Потому что это неожиданно, причем это от друга, от товарища, это не негативное. Он просто, как факт мне сказал, и все. А для меня это оказалось неожиданно интересным. И я даже не знала, как... Ну, я пришла к выводу, то, что я никогда, ну, не мифологизировала, и не демонизировала, и не приукрашивала. Может, поэтому вот такие, как вы, и оказались вне информационного поля. Потому что кому, где и когда нужна правда, да? Сейчас же есть вот контекст. Сейчас вот собираем все плохое. Раз, а теперь давайте все хорошее. А можно как бы это, мед и йогуть мешать? Нет, нам так не нравится. На йогуть свои потребители, на мед свои потребители. Приказали, что против кого дружим, да, или еще что-то. Такое вот всегда и получается, вдруг организуется целое, коллективы и так далее. Но сохранение исторической памяти совсем недалекого прошлого, где есть живые свидетели еще, люди, и чуть старше меня, слава богу, есть, да, и помладше, которые захватили то время и были свидетелями. Но когда отчаянно ругали советскую власть, советский союз и прочее, да, мы же молчали, но большая часть людей молчала. Ну, а то, что мы вот с вами много раз поднимали этот вопрос здесь, да, но я видела, что слушают, видят, ну, и, конечно, пишут самые разные отклики. Ну, получается, что годы идут, но тема не осталась, скажем, такая равнодушная, да, она по-прежнему как водораздел делит людей по отношению к историческому прошлому. Ну, вот я на Курултае, когда наш президент... На последнем, например, последнем? Да, на последнем Курултае, когда он сказал, что надо готовиться, и мы будем праздновать юбилей Победы. Вот мне что, я очень обрадовалась, я сразу же написала отклик, мне тут же написали, вы всегда на все послания пишите отклики, да, я всегда, потому что я вычленяю то, что мне интересно, ну, двух президентов наших, и я же не хвалю президентов, я говорю то, что какие мне мысли необходимы, нужны, и я могу по ним работать, и радуюсь, что будет юбилей Победы праздноваться. Но напрягло то, что раньше же об этом, если президент сказал, значит, будем делать. Президент не сказал, не будем делать. Что оно бы, этого бы не произошло в автоматическом режиме, да, что всем нужна отмашка о каждой. Да, вот это, вот это напрягло, но, я говорю, для меня, я всегда оптимист, я обрадовалась, написала, и тоже строю планы согласно этому. Кстати, вот сейчас, сегодня улетел в Астану Владимир Давыдович Рузин, он из Москвы, заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии. Он приезжал сюда по нашим делам, по сохранению исторической памяти, ну, они тоже очень внимательно речь президента на Курултае, ну, и они всегда, понятное дело, читают всё, что и говорят, ну, как мы, что мы будем делать совместно к юбилею Победы. Ну, вот мы несколько, причём я трижды с ним встречалась, он встречался со многими людьми, и почему? Потому что он ещё и президент Евразийской академии телевидения и радио, генеральный продюсер, победили вместе, да, то есть документальные фильмы какие будут выпускать, какие вы будете, да, давайте вместе. Был в университете Турана, в Жургеневском университете, да, встречался с кинематографистами и историками, и журналистами, и так далее, да. Сегодня у него встречи в Астане, я ему порекомендовала встретиться с внуком Сингербаева, например, да, я говорю, вот таких, вот он внук, да, и вот таких людей надо поднимать и показывать, вот он чётко стоит, да, как потомок, он защищает 28 панфиловцев, он защищает панфиловскую дивизию в данном случае, да, и я говорю, вот его почему-то никуда не приглашают, может быть, потому что он более казахоязычный, ну, казахоязычный и русскоязычный, но я думаю, и вам, я и порекомендовала, в Москву надо пригласить и показать, вот живой потомок, да, Мусабека Сингербаева, погибшего, ну, у разъезда Дубосекова. И я считаю, что он в школах должен ходить и рассказывать, да, это же тоже, это старая традиция советская, да, выступление в школах, в воинских частях и прочее, но это и есть один из элементов патриотического воспитания. А теперь давайте чуть-чуть о, скажем так, научных обменах. На каких мероприятиях вы были в последнее время? В прошлом году я была, ну, мы будем говорить о России, о других мы не будем. Последние две, это я была в марте членом жюри 17-го международного кинофестиваля, победили вместе, где присутствовали казахстанские работы, две из них получили призы. И это в ноябре в Сочи. В этом году тоже в ноябре в Сочи будет 18-й, 19-й кинофестиваль, поэтому принимаются любые работы, и мы как раз разговаривали в Жургенево, и в этом, в Туране, что молодежные работы были бы, ну, очень кстати, потому что там молодежная секция есть. А я там член жюри молодежной секции, вот так вот. Но я, это первое. И там же мы провели 23-й международный общественный форум по сохранению исторической памяти. И выступали оффлайн, онлайн. Наша целая секция была у меня потомков Панфиловской дивизии. И выступали представители шести стран. То есть, получается, вот такие вот, когда такой масштабный форум, то там можно работать очень сегментно, да? Сегментом по-разному. Кто-то, например, занимается морскими десантами, кто-то Панфиловской дивизии, кто-то Брестской крепостью и так далее. Это первое. А второе, совершенно неожиданно, в декабре вдруг меня приглашают на трехдневный Екатерининский форум. Но я даже немного напряглась, да, потому что это не мой период изучения. Мы сейчас про Екатерину вторую, первую. Да, Екатерининский форум, который 250 лет назад правило, да? И, значит, я действительно напряглась, но прочитала, да, программу и поняла, что я участвовать могу, да? Потому что, ну, я всегда думаю, высыпать же надо. И надо высыпать профессионально, а не так, что пригласили. Слава богу, правило на многое, делало многое, есть за что зацепиться, да, в плане профессиональных интересов. Да, и когда я, ну, и когда мы там три дня работали, во-первых, 62 страны приехали, вот, когда говорят, что там... И все летели через Турцию, Турция обогатилась. Это мы сейчас про ученых, да, говорим? Да. И получилось так, что в Москве Екатерининский форум состоялся впервые, даже медали нам вручили, прочее. Посвященный чему? 260 лет, как Екатерина пригласила европейцев в Россию заселять. Ну, в основном немцы приехали. Немецкие колонисты. Да, колонисты. Ну, были и там датчане, ну и так далее. То есть 260 лет тому назад пригласили, приезжайте, даем льготы, да. Вот как мы оралманам-кандасам даем, да, и вот она тогда их пригласила. И 240 лет присоединения Кубани, Крыма и других земель. Вот, получается, в честь этого было. И собрали, когда вот эти все страны, в основном, конечно, все-таки было Африка и арабские страны. Ну, в Евросоюзе там запрет, насколько я понимаю, действует на научные контакты с Россией. Даже физиков и тех выгнали из этого, из адронного коллайдера. Ну, кто мог, тот приехал. То есть инициативно все равно приезжают, да? Да, инициативно вот приезжают. Но я не буду говорить, кто там приезжал и прочее. Ну, вот я хочу сказать, что присутствовали страны. И инициатива у них какая была, да? Вот теперь, пожалуйста, приезжайте к нам в страну. И я выяснила, оказывается, не я выяснила, а в докладе прозвучало там, что, оказывается, более двух миллионов заявлений лежат на переселение в Россию. Для меня это было нечто удивление. Со всех стран мира. Со всех стран мира? И, ну, это вот обсуждается, прочее. И, пожалуйста, тоже на каких-то этих, ну, вот... Извините, я вот это для себя интересно. Просто видел, например, ролик, ну, там, сомалиец, сириец, индиец. Ну, они просто подписали контракт с Российской армией. Вот я так понимаю, вот они вот через так идут на гражданство. Нет, нет, нет. А это другие, да? Семьи, переезд, кому ЛГБТ, неинтересно. Причем очень много с Европы. И очень много тех, кто уехал оттуда. Ну, то есть там я, конечно, не разбиралась. Я просто эту цифру зацепила. И потом в кулуарах спрашивала докладчика и прочее. Ну, это же огромное количество людей и прочее. Ну, и если это столько людей хочет переехать, значит, и там тоже... В воюющую страну. Да, и там что-то, кто не очень хорошо, раз они сюда хотят переехать. Ну, вот это вот как раз отсюда 260 лет, но вот связка, да, завязка, что и сейчас, пожалуйста, приезжайте. Это первое, но и о том, что о присоединении вот земель и какие документы были, доклады, фильмы, да, прочее. Это было все показано, ну, что это там не агрессивная колонизация. А вот давайте еще раз возьмем вопрос. Это, получается, ученые всегда этим занимались? Или вот возник юбилей, просто возник юбилей, на них направили информационный луч? Или наоборот, под юбилеем сказали, ну-ка, сделайте работы на эту тему? Нет, ученые, у каждого разные, да, сферы изучения, они всегда занимались. Но таких ученых очень мало, сегментарно и очень мало по разным темам. Ну, допустим, по 16 веку, да, по 18, по любому веку. Да, и их небольшое количество, но они профессионалы. Конечно, благодаря им, благодаря их вот идее тоже, да, вот это сбор заинтересованных людей. Понимаете? И там были, а, там была бизнес-секция, там была общественная. Я прошу прощения, бизнес на истории или что? А Екатеринский форум, бизнес-секция, кто хочет с бизнесом работать в России, или он свой бизнес предлагает, или наоборот, бизнесменов россиян в свою страну предлагает. Поэтому очень много было... Ну, то есть, получается, это уже не только гуманитарные делы, да, они все стали шире, тут тебе и бизнес... Народная дипломатия, самое главное, народная дипломатия, потом бизнес-секция, потом историческая, профессиональная, научная секция. Вот они все, мне удалось нечаянно побывать на бизнес-секции, потому что у меня никаких интересов там не было, да, но когда я услышала, да, это любопытство мое, и я была... Я настолько потом нашей казахской делегации рассказывала, что почему нашего Атамикена там, например, нет, да? Узбеки были, ну, и другие страны были, ну, или не пригласили, или нет желания, но для меня это тоже, ну, чувство, чтобы везде мы были, не только в народной дипломатии и в ученом мире. В бизнесе, я думаю, что в следующий раз будет. И вы понимаете, вот это вот очень интересное форум по привлечению самых разных... А, и еще очень много туда приехало выпускников советских вузов, в том числе и из Казахстана когда-то. Именно из советских, не российских. Советских, российских, казахстанских, узбекистанских. И из советского прошлого, и нынешние там в нулевые годы заканчивали, там прочее. Вот, во-первых, они все прекрасно на русском говорят. Во-вторых, я потом стала прослеживать, да, ну, у нас группа создана, и каждый начинал докладывать, что он приехал в Египет, да, провел столько-то мероприятий, в Эмиратах столько-то там, в Нигерии столько-то, да. И причем эти люди, они как первопроходцы и как первые, потому что их действительно собрали как секцию выпускников, да. И, естественно, они все симпатизируют России, и они все помнят то прошлое и с благодарностью, что им дали высшее образование, да. И там были и шейхи, на удивление, и не только, вот, допустим, раньше думали, что только рабочих крестьян, да, набирали или... И довольно состоятельные люди, и, да, и еще были потомки графов, князей. Первая волна эмиграции. Да, первая волна эмиграции, офицерства. То есть, знаете, вот мне, кстати, победили вместе, да, когда мы выбирали тоже фильм, а я верну, почему, к потомкам. И мы первое место дали... Забыла название фильма, короче, «Возвращение на родину», когда один из теплоходов, отчаливших с Черного моря, в этом... на Мальте остановился. Первая остановка. И там часть сошла людей. А потом во Францию, ну, куда-то дальше... Это когда армия Еврангелева появилась. И там часть людей сошла, и, значит, сделали замечательный фильм о судьбах этих людей, как они там состоялись. И там графиня открыла балетную школу. Это первая балетная школа на Мальте была, да? Ну, и там другой ученый что-то там какие-то произвел, археологические раскопки. То есть, они оставили след еще на Мальте. И в честь них улицы, там поселки названы, то же самое. Хотя в Мальте маленькие. Да, ну, с другой... Там судьбы четырех людей было. Ну, и других вот показывалось. Но я хотела сказать, мы почему дали это? То, что и прощение, да? Потому что мы, о, там предатели в советское время же, да? Убежали и прочее. И прощение, и то, что люди выжили, состоялись, и оставили след русской истории. В данном случае. Вот, как я о Мустафе Шакаев всегда говорю, он не предатель. Он один из тех, который не согласился с советской властью и эмигрировал. Его никак нельзя говорить. Ну, а туркестанский легион это уже другое. Ну, в общем, это я, видите, очень так говорю, сразу примеры привожу из разных. И сейчас, например, 19 апреля меня пригласили на Всемирный форум Новая эпоха, Новый путь. Там будет панельная дискуссия, секция Народная дипломатия как инструмент в сотрудничестве в многополярном мире. Это проводит секцию Ассамблея народов Евразии. Поэтому я, я еще не знаю, я туда поеду или онлайн буду выступать. Но организует эта организация, международная организация Евразийского сотрудничества. Это Всемирный форум. До этого только недавно прошел Всемирный форум молодежи. 188 стран в Сочи проводят. Сколько было делегаций из твоих странах? 300 человек. 300. Одна из самых больших. Везде, всегда, когда присутствуют какие-то форумы, ну, где я присутствую, всегда самая многочисленная делегация из Казахстана. Ну, я этим горжусь, да, и радуюсь этому. И 30 человек, ну, там делегация разная, но 188 стран. Всего в мире 200 стран всего же, да? Как они приехали? Это молодежь. Вот скажите, несмотря на запреты, они же приехали. Я не специалист по логистике, но вы говорите, через Турцию почти все. они все приехали. Я имею в виду, что несмотря на запреты, они приехали. Они участвовали. И они принимали какие-то решения. Кстати, ну, вот я возвращаюсь к Рузину, который здесь находится. Что мы решили? Ну, во-первых, у нас работает Международная ассоциация потомков, не только панфиловцев, но и других, да, дивизий. И сейчас мы очень много работаем между потомками военнопленных разных лагерей. Дальше. Мы сейчас несколько лет готовили, а сейчас в этом году бьюрся, даст бог. Да? Мы выступим со следующей инициативной, ну, создаем, создали уже инициативную группу за вклад в победу. Победили вместе. Называется и мы хотим общественные награды сделать. Например, город трудовой славы. Почему? Город Баку достоин, Джесказган достоин, Шинкен достоин. Там, где ковалась победа трудовая. Почему? В России, естественно, на государственном уровне есть города герои и города боевой славы. воинской славы, извините. А тут не боевой, а трудовой славы. Почему? Потому что без Джесказгана, без свинца казахстанского, без нефти, допустим, Азербайджана тоже же не было бы победы. Но это будет общественная награда Ассамблеи народов Евразии. Дай бог, мы к юбилеем сделаем. Мне в такой ситуации жалко за сельскую местность. Без хлеба бы тоже не продержалась. Но просто города как-то легче идентифицировали. Не знаю, я предложу, потому что это тоже одна из моих идей группа делать. Село трудовой славы. Или поселок. в честь юбилея победы это было бы здорово. Но я думаю, мы это сделаем. Ну, например, это я так наши вот как раз Рузин по этому поводу тоже ездил. И понятное дело, мы сейчас готовим план работы именно вот с апреля по 2025 год и там в дальнейшем, чтобы день победы мы все-таки отмечали вместе. Большое спасибо. У нас гостя была Ахметова. Мы разбирались с сохранением общего исторического наследия. До свидания. До свидания. Редактор субтитров